В Кургане прошел фестиваль «Молодые инженеры Зауралья». 300 зауральских школьников и студентов колледжа и техникумов познакомились с работой предприятий Кургана, посетив их с экскурсиями. Молодые люди смогли своими глазами познакомиться с особенностями рабочих специальностей, которые в настоящее время особенно востребованы. У ребят в зале я сегодня не увидел равнодушных глаз, и это самое главное. То есть есть возможность определиться с дальнейшим получением образования раз и с выбором дальнейшей профессии, в данном случае с инженерными специальностями. И это очень замечательно, когда человек заранее планирует свою дальнейшую судьбу. Поэтому убежден, что подобные фестивали должны проводиться на системной основе. Елизавета Куржунцева из Звериноголовского, ученица выпускного класса, планирует продолжить учебу в медицинском вузе. Экскурсия на предприятие «Синтез» стала как нельзя кстати. Там мы смотрели, как производят таблетки и антибиотики. Нам доступно всё объяснили, рассказали и позвали на работу. Кроме «Синтеза» ребята побывали на десяти предприятиях, в том числе на Курганском автобусном заводе КМЗ, Курган-Стальмосте и других. В инновационном центре на базе КГУ узнали, как внедряются новейшие инженерные идеи. Позже на торжественном приёме в Большом зале правительства Курганской области они встретились с представителями заводов и госуниверситетом. Участникам фестиваля рассказали о предприятиях и наградили победителей конкурса «Инженеры-создатели будущего». Я решил олимпиаду, которую нашла в ней, честно скажу, мама. Вот я и решил, она не помогала. Особенно запомнил про автомобиль «Четра», снега-балат-оход. Почему-то про БТР я знал, а про это я вообще даже не знал. Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Кокурин сказал напутственное слово участников фестиваля и пообещал, что знакомство с профессиями у ребят продолжится. Светлана Епифанова, Никита Мухин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.